Всем привет! Вы на канале РецептКо и в этом видео мы приготовим вместе с вами шведский торт. Также такой торт называют сэндвич торт. Для приготовления нам понадобится тостерный хлеб. Края от тостерного хлеба я обрезаю при помощи ножа. Хлебушек уже обрезали, ну а остатки можно использовать для сухарей. Теперь сделаем крем. Для крема я взяла два разных вида сыров и также добавила туда сметану. Количество всех ингредиентов вы найдете внизу в описании. Крем можно сделать по своему вкусу. Можно сделать при помощи майонеза и сметаны, можно сделать майонез и сыр. Абсолютно любой можно сделать крем. Теперь добавляю немного соли. Хорошо перемешиваю венчиком до однородного состояния. Форму, где я буду собирать торт, смазываю слегка кремом. Затем выкладываю хлеб. Потом крем. Первый слой у меня будет тунец. Тунец я взяла в собственном соку, так как лишнее масло мне здесь не нужно. Сок из-под тунца вылила. При помощи вилочки его немного измельчила и выкладываю равномерным слоем. Затем опять выкладываем хлеб. И следующая начинка это у меня будут соленые огурчики. Огурчики и тунец это очень хорошее сочетание. И плюс огурчик будет хрустеть и получилось очень классно. Поэтому рекомендую обязательно сделать начинку с огурчиком. Теперь от общего крема я беру небольшую часть. И перемешиваю огурцы с кремом. Выкладываю на хлеб и разравниваю. Для следующей начинки я взяла вареные яйца. Три яичка нарезаю небольшим кубиком. Также эту начинку я буду перемешивать с кремом. Перемешиваем, затем выкладываем на тортик. Разравниваем начинку. Вот такой вот получился у нас яичный слой. Сверху накрываю последним слоем, это хлебом. И у меня остался крем для выравнивания. Выравниваю при помощи этого крема весь тортик. Сначала выравниваю верхушку и затем выравниваем бока. Ну а сейчас самое интересное. Это украшение. По бокам я решила тортик украсить огурцом. Нарезаю его вот на такие небольшие пластинки и прикрепляю к тортику. Ну а сверху тортик я украсила колбаской. Скрутила ее в небольшую трубочку и выложила наверх. По бокам добавила соцветия брокколи. И вот такой вот тортик получился. Он получился очень вкусный, хорошо пропитанный. Все слои сочетаются между собой очень-очень хорошо. Поэтому я рекомендую вам приготовить такой тортик. Готовиться такой тортик абсолютно не сложно. Выглядит очень красиво. А самое главное он получился очень вкусный. Также хочу вам напомнить, что количество всех ингредиентов вы найдете внизу в описании. Также если вам понравилось это видео, то поставьте лайки. И обязательно не забудьте подписаться на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok